К спортивному комплексу Олимпии с поселки Пригородный подъезжает автобус, на борту которого эмблема хоккейного клуба «Южный Урал» представителя высшей лиги. Все правильно, старшие по рангу предоставили фирменный автобус своей молодежи, ведь сарматы теперь войдут в единую структуру нашего хоккея и заявлены в дивизион МХЛА. Прибывшие игроки сначала, как водится, прошли медицинское обследование, несколько дней поработали в тренажерном зале и приступили к практическим занятиям. В Оренбург приехали молодые хоккеисты со всей страны. Ребята отовсюду, есть и Ярославль, есть и Москва, есть и Казань, и Нижний Новгород, и, по-моему, Дальний Восток что-то есть, там у нас Новокузнецк, Новосибирск, Магнитки есть тоже. Идет полномерный отбор, то есть мы просматриваем ребят и начинаем полномерно отбирать тех, которые пойдут с нами дальше. То есть ближайшие две недели это идет нарабатывание физических качеств и отбор ребят, то есть просмотр, то, с кем можно идти дальше. Сейчас просматривается 26 игроков, из них трое вратарей. По возрасту самым старшим не больше 20 лет. Расписание следующее. Ежедневные двухразовые тренировки, одна из них на льду, другая, как говорится, на земле. Это тренажерка и стадион. Дмитрий Стулов, возглавивший коллектив, пришел к нам из системы одного из лидеров отечественного хоккея, магнитогорского металлурга. И его не пугает начинать с чистого листа. Ощущение, ощущение всего нового, ощущение, что хочется доказать чего-то, ощущение, вообще хорошее ощущение, если честно, радостное, позитивное. Через две недели можно будет делать первые выводы о сыгранности и рисунке игры с Арматов. Они сыграют первые товарищеские матчи. Анатолий Еденич, Игорь Бероев, Новости дня.